Ой-ли-ли-ли-ли-ли-ли В театр идут ребята, которые немножечко из этого мира выпадают. Они творческие, они необыкновенные и они, наверное, немножечко не такие, как все. У нас в школе таких детей, которых бы надо направить в актерство, а теперь в школе. Мы сделаем такой кружок и уже они об этом знают. Мы будем собираться и, наверное, ставить. Но в первую очередь мне самой надо научиться этому мастерству. Школьные учителя будут осваивать новые для себя театральные профессии в Центре внешкольной работы «Крылатый». За год пройдут десяток семинаров с последующим просмотром спектаклей в исполнении школьных и студенческих театров. Пока их единицы, но организаторы проекта надеются, что в итоге детские театры откроются в каждой самарской школе. На режиссерские курсы уже записались почти 70 педагогов. Сформировано несколько групп, а заявки от желающих все поступают. Курс будет увеличен, рассказали организаторы проекта. Мы воспитаем будущих просто даже хотя бы зрителей наших театров, филармоний, классических концертов. Потому что только попадая в театр, дети начинают ценить искусство, начинают его чувствовать и лучше начинают понимать и друг друга, и своих родителей, и своих учителей, и своих впоследствии детей. Потому что общение и сопереживание учат нас просто жизни. Театральным педагогом для будущих руководителей и режиссеров школьных театров выступил Виктор Михайлов. Художественный руководитель детского театра «Аленький цветочек» в профессии уже больше 20 лет. Его воспитанники учатся в разных театральных училищах страны. Педагог уверен, что хоть они все станут профессиональными артистами и режиссерами, но каждый станет достойным человеком. Мы не выпускаем актера. Мы выпускаем в первую очередь человека. Потому что все произведения, которые они играют, мы говорим про проблемы, мы говорим про взаимоотношения людей между собой. И через это они постигают саму жизнь, саму ее суть. Проект «Лаборатория. Развивающие практики в театральной педагогике» реализуется благодаря городскому проекту «Мой город, мой дом». В финале работы режиссерской лаборатории будут представлены на суд-жюри в виде спектаклей. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.